На одной далекой планете бульбуляторов, где из-за плохого интернет-соединения, чиновники не могли слушать экономические подкасты Таноса по правильному распределению планетных ресурсов. Вселенная конечна, ресурсы конечны. Если не ограничивать жизнь, она себя и живет. Однажды закончилась вода. Кому нужно ваше золото? Дайте воды. И так как эволюция не предусмотрела вариант, как будут жить живые существа без H2O, бульбуляшки отправились бороздить просторы Вселенной в поисках водички. Но из-за того, что все ученые вместо своей работы занимались дегустацией алкоголя, разжиться водой решили на Земле. И зная, что насчет этого, человеки разумные будут сильно возражать, попутно решили провести полный геноцид землянам. А вот занимались бы ученые изучением космоса, а непоследствиями долгих запоев, знали бы, что на спутнике Юпитера Европа воды больше, чем на всей Земле. И что куда проще там пробурить колонку, чем идти на вооруженный конфликт с планетой, где проживают мстители и хрен убиваемая семья Солярыча, которая в космосе чувствует себя лучше, чем на Земле. Да и вместе с учеными, на игле темного нефильтрованного сидят и все военные. Когда люди им нужны, как бомжу высшее образование, они решили начать классическую войну с применением мотопехоты и авиации. Когда куда проще было бы уничтожить военные базы землян ядерными ракетами, и спокойно качать воду. Да и план самого вторжения максимально годится лишь для премии Криндж Года. Притвориться метеоритами, чтобы военные Земли не поняли, что к ним летят инопланетные судебные приставы с требованием выселиться с Земли. Только не подумали, что узнав, что метеориты столкнутся с Землей, военные их уничтожат ядерными ракетами. И сперва нужно было послать на Землю диверсионную группу, которую бы электромагнитными импульсами сожгли на Земле все электроприборы, чтобы их невозможно было обнаружить на подлете к Земле, а уже потом начинать переброску войск. Ну и когда вы стали экспертом в планировании инопланетных вторжений? Вчера. Но, к счастью для бульбуляторов, военные ученые Земли оказались такими же любителями длительных алкогольных диет. Ведь обнаружив сотни тысяч астероидов, которые через день столкнутся с Землей, они не предприняли никаких попыток сбить их или мобилизовать все армии. А всеми телескопами мира не смогли определить, что стероиды — это целиком конструкции геометрической формы, а не камни. Но главное — эвакуацию населения. Теперь нам известно, что метеориты упадут у побережья восьми разных городов. В Южной Калифорнии проводится эвакуация. Население переправляют подальше от береговой линии. Провели лишь по телевизору. Раз когда гуманоиды и благоиды паркуются в океане, на пляже народу столько, словно тут Рамштайн концерт дает. Но главное — на войну против пришельцев американцы как-то слабо готовятся. Слишком мало тяжелой техники. Когда тут нужно привлекать все доступные резервы. А еще лучше — огромных боевых мехов. Из игры «Мех-арена». Это крутой шутер, где сходятся в жестком бою пять дружественных машин против пяти вражеских. Шутер яркий, карты и механизмы действительно изящные и разнообразные. И работает он плавно и хорошо практически на любом девайсе. Исход боя зависит, насколько ты четко и слаженно действуешь в команде. И используешь преимущества текущей карты, рельефа и местности. Но также не нужно забывать и про личные скиллы, тактику и вооружение. У меня вот на одном мехе установлен нехилый такой лазер, который выжигает вражин просто махом. Раз-два и уноси готовенького. Ну а между боями можно заглянуть в ангар и сделать что-нибудь прикольное со своими мехами. Например, перекрасить цвет, очень большой выбор краски или же полностью поменять скин. О, какой леопардик стал. Вдобавок ко всему, нас ждет множество специальных мероприятий на Хэллоуин, в которых можно принять участие и получить особые скины. Игра «Мех-арена» совершенно бесплатная на Android и iOS. Поэтому переходите по моей ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране, устанавливайте игру, и вы получите скин Desert Digital, 200 акоинов и 10 тысяч кредитов, чтобы можно было начать игру. А если вы поторопитесь, то сможете добавить меня в друзья по нику Кинокос, и мы сможем сыграть несколько матчей вместе. Чего же вы ждете? Вперед! И только тут до военных доходит, что огненные камушки с неба сюрпризом. Объекты, о которых идет речь, падают в океан компактными группами, в 18 километрах от крупного населенного центра. Это не метеоритный ливень. Была объявлена терр-угроза. Объявлена. Только военных послали не сразу, а спустя несколько часов. Ведь когда пришиков обнаружили 18 километров в океане от суши, даже не знаю, как можно было их не проутюжить бомбами и штурмовиками, когда у пришельцев еще не было авиации, и добирались они до суши вплавь. Но у военных другое мнение на этот счет. Уничтожать их не в воде, а когда они уже захватят полгорода. И так как в городе остались гражданские, которые не хотят бросать нажитое барахло, вояки посылают солдатиков на их эвакуацию. Им уже не помочь. И с первых секунд видно, что большая часть морпехов не доживет и до вечера. Ведь когда бульбуляторы за несколько часов захватили половину крупнейших городов планеты, бараны в погонах отправляют в города группы по несколько человек, без прикрытия бронетехники и авиации. А самое тупое, идут без всякой разведки, когда командование могли спокойно координировать их с беспилотников или спутников. Но военные вместо этого решили распить очередную канистру соляры, из-за чего главная киношная группа вояк проводит первый в своей жизни контакт с инопланетной формой жизни, после которой сразу же несколько вояк встают на очередь за цинковыми гробами. Ну а оружие у бульбуляторов – обычный огнестрел на водяной тяге, не уступающий по мощности земным карабинам. Хотя когда они изобрели технологию межгалактических перелетов, думается, оружие у них должно быть хотя бы примерно такое. Ведь с развитием одних технологий всегда развиваются и другие. А у них ракеты не опаснее фейерверков. Еще и в солдаты походу набрали из дворников, которые не могут попасть с 5 метров. Ну а когда American Soldiers спрятались в здании, они вообще на них забили. Хотя могли спокойно обстрелять дом ракетами. Но они решили испить водички после дикого похмелья. Их изэк, кто писал им военную доктрину, по которой на вражеской территории они могут находиться поодиночке, а не группами. Да и в американскую армию из-за неожиданной войны набрали персонал с ближайшего бугорка, разъедя к предположительной зоне с гражданскими. Идут посередине дороги, а не огородными дворами, или хотя бы прижавшись к зданию, не отправляют вперед разведку, и базарят в полный голос для наименьшей заметности. Благодаря чему снова палятся перед колонизаторами. Но американцев от переброски в могилу, спасая и тотальный долбебизм бульбуляторов, благодаря которому они не стали атаковать амеров, когда те укрылись в здании и укрепились. А далее вообще ушли на обеденный перерыв, распозволили воссоединиться с ними другой группе военных. И видать дела у земли совсем плохо, раз военные позвали на помощь подругу Солярыча, сам же который остался попивать пивко с братом, ведь посчитал, что одной Лети будет достаточно, чтобы остановить инопланетное вторжение. И вместо отправки Лети на передовую, чтобы выиграть войну через минуту, ее поставили наводить ракеты на командный центр гуманоидов, искусственный интеллект которого управляет всей авиацией. Мне было поручено рассчитать для АИС параметры удара, для ракетного удара по командному центру. Тактическая ошибка. Потому что использовать ракеты и дроны-камикадзе с камерами, или наводить ракеты со спутника – прошлый век, куда лучше отправлять наводчиков прямо в центр вражеских скоплений, и наводить ракеты, бегая за огромной летающей хреновиной под вражеским огнем. Хотя, какую логику можно найти у военных, если они задают такие тупые вопросы? Оружием умеете пользоваться, сержант? Ёлки-палки, военный. Тебя в спешке делали, вся твоя жизнь реклама безопасного секса. Ну и так как водяные еблоноиды наткнулись на магазин «Красное-белое», который начали оперативно приходовать, имбецилы Солдерс добираются до полицейского участка, где встречают будущих клиентов дурки. Эвакуация началась еще вчера, а эти не ушли из города, и за какой-то хрен обосновались в полицейском участке. И так как военная доктрина написана для лохов, а херня страдальчества – выбор мастеров, за раненными прилетает эвакуационный вертолет без прикрытия боевых, когда у гуманоидов уже по всему городу летает авиация. Еще и никто не следил за воздушным пространством, и очередная группа морпехов поджариваются как атлеты. Единственным, кем хочется гордиться, это электриками, сделавшие электросистему города настолько качественно, что электричество работает, когда полгорода лежит в руинах. Красавцы мои ненаглядные. И так как до сноса ветхого жилья осталось меньше времени, чем до готовности шашлыка, Дегрод и Солдерс решают уехать из зоны бомбардировки на автобусе. До оперативной базы довольно далеко, а через час уже бомбить начнут. И показав земное гостеприимство очередной группе внеземных ебалов, которые решили штурмовать вражеское здание с парадного, будто алкаши пивнушку. Морпехята садятся в автобус и уезжают, даже без намека на преследование. И у бульбуляшек нет даже доисторического для них тепловизора, раз авиация не смогла по тепловой сигнатуре засечь незаведенный автобус не целую толпу теплокровных внутри. И когда один из солдатиков просит командование включить по рации крутую музыку для пиздюривания пришельцев, район начинает обследовать авиация врага, и штаб-сержант сразу же смекает. А далее ему становится скучно, и он решает избавиться от воздушного тазика самым самоубийственным способом. Включает возле заправки рацию, и когда пердящая корыта подлетает, ваншотит его гранатой. Пожалуй, больше нет шизанути способа привлечь внимание противника, когда им нужно оставаться незамеченным. Ведь просто включить рацию и уехать не позволили мертвые мозговые клетки от вынюхивания клея. И благо, что у гуманоидов еще не кончился обед, и сюда не прилетели еще с десяток дронов узнать, кто тут их собрата замочил. И про инопланетянский обед походу смекнул командир группы, раз решил ехать в безопасную зону не по закоулкам, а прямо по шоссе, чтобы их заметили с воздуха. Вот такие они тупые. А далее все лениводы вообще забыли, что идет война, и уснули. Ведь когда с километра должны были услышать, что впереди идет бой, заметили его лишь тогда, когда бульбуляторы открыли по ним огонь. И видя, как одинокий танчик ведет неравный бой, танк отвлекает огонь противника, сходу сможет, смогу, командир! Даже не обеспечили ему поддержку, чтобы водососы его не уничтожили, а решили валить, да детишкам шнурки позавязывать, даже не пытаясь давить врага огнем на подавление, благодаря чему инопланетная залукня выносит танк с катки. А далее вояки решили отправиться на посмертную пенсию, следом за экипажем танка. Ведь спустили с эстакады только одну веревку, и начали спускать по ней каждого ребенка по отдельности, когда должны были зацепить их на свои шеи и по бырому спускаться. Ну а гуманоиды начинают проводить парад демонстрации уродской техники. Собрали из консервных банок ракетницу на ходулях, которую управляет оператор, когда вся авиация у них работает под управлением искусственного интеллекта. И мало того, что пушка имеет разброс в 15 метров, так еще и перезаряжается за время, за которое можно построить свою самогонную фабрику. Один из вояк так рассмеялся от этого шайтан-уродца, что даже не успел спрыгнуть с автобуса, когда в него полетел тратиловый подарочек. А далее парнокопытные земли решают устроить конкурс на самое креативное самоубийство. Друг человека-муравья решает узнать на себе всю палитру боли огнестрельного роднения и встает прямо на линию огня гуманоидов. А штаб-сержант с пацанчиком из вторых трансформеров решают заминировать тачки, чтобы устроить негарантийный случай шагающей ракетницы, забыв, что она может стрелять ракетами. И почувствовав победу, командир придумывает самый крутой способ, чтобы покончить с собой. Взорвать себя вместе с шагоходкой и призвав ее к себе по рации. Выпиливается из сюжета. И вся тупость этой сцены в том, что практически у каждого военного в наличии подствольные гранатометы, из которых эти долбоящеры даже не попытались раздолбать шагоходку. И также никто не догадался просто закидать ее гранатами. А в армии не бывает ошибок. И снова Альцгеймер Солдерс нифигово фартит, что у инопланетных анусов наступил ужин, и их никто не стал преследовать. И они без проблем проходят несколько километров и выходят из зоны бомбардировки. И спрятавшись в здании, узнают, что ученые даже во время войны не прочь пропустить по стаканчику бензина, раз несут околесицу, они используют нашу воду как топливо. И уровень океана уже понизился. Уникальность нашей воды в ее жидком состоянии. Во всей вселенной более нигде H2O не встречается в жидком виде. Так, этот чувак Вон нахуй, ебанутый. Если гуманоиды используют только воду, что за день понизился уровень океана, не проще ли им было изобрести другой вид топлива? Ведь какой смысл тратить огромные ресурсы на войну за воду на планете, если с их употреблением она закончится через нигелю? И по логике они каждую неделю переселяются на новую планету, чтобы пососать чужой водички. Ну а Летти, как единственная, кто смотрел первых мстителей и знает, что уничтожение главного сервера ведет к уничтожению всей военной мощи, дает своим землякам надежду. Их называют командными центрами. Уничтожив ее, мы лишим их авиации. Красавица. И так как авиация в назначенное время не начала проводить снос гетто районов, вояки идут на военную базу узнать в чем дело. И узнают. Они стерли нашу базу с лица земли. Бывает. Правда постарались стереть ее так, чтобы осталась для героев целая бронетехника. Хотя может у пришиков просто закончилось тяжелое вооружение, раз они принялись обстреливать по воякам из автоматов, а не ракетами. А штаб-сержант решил продемонстрировать Летти, что он тоже неубиваемый, как Солярыч. Вылез из кабины, чтобы пострелять по гуманоидам из пулемета, когда на БТРе стоит управляемая изнутри крупнокалиберная пушка, которую никто даже не решил использовать. Но гуманоиды после ужина и тяжелого рабочего дня совсем обленились, раз авиация не прилетела ни чтобы уничтожить БТР, ни чтобы уничтожить эвакуационный вертолет. Ёбаный в рот, да как так-то? И медаль за спасение человечества нужно отдать не военным, а электрикам Лос-Анджелеса. Ведь когда весь город полыхает, как пердак школьника, у которого родители отняли мобилу, электричество в городе продолжает стабильно работать. И по огромному пятну, где его нет, башковитый сержант с помощью только что купленного навыка сценарного предсказания сразу же смекает, что там и находится командный центр. Высади здесь меня! Необходимо обследовать этот район! Удачи! Правда поперся один, решив отправить остальных на базу, чтобы они не рисковали жизнями. А он сдох при первой же встрече с гуманоидами. А ты башкой стопнулся? Я запишу в свой блокнат. Ведь по его мнению, тут не война идет с пришельцами, а матч по страйкболу. Хорошо, хоть у остальных пацанов остались мозги в черепных коробках, и они не бросили контуженного сержанта. Я же велел оставаться в вертолете! Идешь себя так, будто у тебя в башке! Войско железных солдат! И я бы понаблюдал, чтобы сержант делал здесь один, когда его серое вещество не смогло сообразить, где инопланетно отрыжки спрятали командный центр, когда его не видно с поверхности. Сантос, где бы вы разместили командный центр, чтобы получше его защитить? Не подведи семью. Под землей? Красавица! Вот так семья Солярычей снова разгребает мировые проблемы, и опять благодаря отсутствию мозгов у инопланетных натоптышей, не перекрывших периметр в радиусе нескольких километров для безопасности главного стратегического объекта, герои Америки свободно пробираются в канализацию и мочканув парочку оленей, которые проснулись, чтобы исправить нужду, обнаруживают то, что искали. Легче легкого. После чего вылазят на поверхность, чтобы дать своим зенитчикам наводку ракет лазером. И мало того, что на поверхности, возле командного центра, нет ни одной мать его палатки с инопланетными глазожопами, так они еще не поставили здесь глушилку. И земляне спокойно связываются со своим командованием. А тут уже связист забыл, что бульбуляторы отслеживают сигнал рации и становятся пережаренным шашлычком. Но на удачу остальных героев искусственный интеллект гуманоидов решил убить только этого гигроида, забив на остальных, с которыми вступила в бой только пехота с консервными банками. И наконец-то Американ солдерс долбоящерс принимают лекарства для памяти и вспоминают, что на карабинах ну а военные генералы решили рассмешить бульбуляшек своим вооружением, когда послали на уничтожение командного центра целую одну ракету. Это все, на что вы способны? Все, что правительство Соединенных Штатов может нам предложить? А в наши дни это уже немало. Ну и чего же не побеждать в войне с инопланетными армиями, если их интеллект меньше, чем радиус пыли? Когда по командному пункту пошел удар ракетами, инопланетные креветки подняли его в воздух, чтобы вероятность его уничтожения увеличилась на 500%, и очень вовремя искусственный интеллект, управляющий беспилотниками, ушел в ребут. Ведь если сначала авиация защищала командный центр от ракет, то сейчас перестала это делать, благодаря чему инопланетная вышка G5 уничтожается, и вся авиация уходит в сон. Ведь при планировании войны гуманоиды и гуманоиды не выделили дополнительный сервер для управления беспилотниками, потому что не просчитали вариант, что основной может быть уничтожен. Или когда возле центра обнаружились вражеские войска, никто из пришиков не додумался прислать сюда целую эскадрилью дронов, чтобы каждый сантиметр выжить огнем. Вы откуда все прилетели? Но после проведенных суток вместе, подруга Солярыча заражает всех вояк торетовским вирусом неубиваемости, что позволяет солдатикам бесстрашно пойти в лобовую атаку на тех, кто еще пять минут назад давил их числом и не давал высунуться. Я впечатлен. А по возвращению на базу, вояки-дегранты решают не заканчивать конкурс по самоубийству, а сразу решают идти в новую мясорубку, ногах под пулями, не спали, не ели, и чтобы в бою их окончательно оставили силы и они стали обузой. Очень интересно, где сценарист увидел здесь счастливый финал, если земляне лишь уничтожили один командный пункт противника, и гуманоидам ничего не мешает отправить в Лос-Анджелес еще несколько серверов с новой воздушной армией, а на командных пунктах в других городах настолько увеличить защиту, чтобы глиста не пролезла, хотя когда здесь рвет свой анус Лети, стоит ожидать приезда от осольного дружка, который лишь своим суровым взглядом заставит обделаться всех пришельцев, а далее замастырит космический додж, полетит на планету бульбуляторов, мстит за то, что они чуть не убили его подругу. Но самое важное, это семья. Парсаж 35, Торетто уничтожает бульбуляторов, чтобы семья была в безопасности. Вот именно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok